В легкоатлетическом манеже имени Самотесова сегодня представители всей Брянской области и всех возрастных категорий. Семейная команда это ребенок, мальчик или девочка, 8-9 лет, папа с мамой и бабушка, либо дедушка. Четыре человека, такая дружная семейная команда. Аббревиатура ГТО расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Она пришла из советского прошлого, когда физическому развитию граждан страны уделяли большое внимание. С 2014 года ГТО вернули. Сегодня мы еще раз с вами убедимся, что комплекс дает возможность заниматься от самого малого возрастного старшего поколения на протяжении всей нашей жизни физической культуры и сбора. Сегодня особенный день, потому что сегодня будут соревноваться самые близкие и родные люди, три семейных поколения. Дети, родители, бабушки и дедушки. Я думаю, что все семейные команды сегодня проявят себя в различных видах спорта, программах спортивных, да, сегодня максимально ярко. Командам предстоит сдать несколько нормативов в разных видах. Бег мальчики и девочки на 60 метров, взрослые по соответствии с возрастом бег 2 либо 3 километра, и взрослое наше поколение смешанное передвижение. Плюс еще они выполняют сгибания, подтягивания, ну там по виду, разные виды испытаний. Зачастую в семьях уже есть обладатели золотых значков, но сюда приезжают, чтобы поддержать более юных участников. Мы рассчитываем на участие в первую очередь. Ну, если не считать нашего маленького члена семьи, то все остальные с золотым значком ГТО. Уже? Уже. Ага. Поэтому мы очень хотим поучаствовать, потому что мы активные, спортивные, но победа, конечно, хорошо, но нам главное участие. Мы за сына, за своего уверены, что он покорит все и возьмет золотую медаль. Для его поддержки. А мы вот поддержка, мы поддержим его. У вас уже есть какой-то значок? У нас есть в том году, у него есть значок ГТО, но мы просто в поддержку, показать примеры, что вот мы тоже. И мы тоже хотим такими же стать, как и он. Победители регионального этапа представят Брянскую область на всероссийском финале в Ставропольском крае в июле текущего года. Александр Новиков, Александр Жучков. События Брянск.